Комитет Державного контроля, витаем вас! Горячая линия по пытаниях порушения терпинов выплаты зарплаты проводится на початку кожного месяца. На отсутность звонков специалистам скарзится, николи не приходилось. Женевинская горячая линия не выключение. На протягу 90-х хвилин, каля 30-ти зворотов, скаргаса Светлогорска, предприемства, не працуя еще с лютого, а с работниками не различилися до этого часу. Чажарная жахарка Жлобина незадоволена, принесла больничный лист, а яку не оплачиваюсь, спосылаются на отсутность сродков. Это увогу ли самая распосудженная причина, яку сегодня называются на предприемствах. З нами не различаются, и у нас сродков на выплаты нема. Каля мерковать по этой горячей линии, проведенной комитетом державного контроля в Гомельской области, особливо такая ситуация характерна для невеликих предприемств, сколько все працующих до 100 человек. По закону, до речи, яны не предоставляют справоздача своейчасовости выплаты зарплаты у стат-органы, а тому только по выниках горячих линий и можно высветить реальную ситуацию. Связываться будем с этими предприятиями с целью подтвердить информацию о том, что там нарушаются сроки. Мы делаем запросы, нам предоставляют сведения о том, что есть у них факт просроченной задолженности нарушения трудового законодательства, либо нет. И дальше уже работаем, вызываем руководителей, привлекаем к административной ответственности, как-то вот пытаемся помочь в этой ситуации людям. За порушение терминов выплаты зарплаты для найманников предугледжено администрационное покаранням до 20 базовых величин для керавников и до 100 базовых непосредственно для предприемства. Позбегнуть отказности немогчима, але своя хитрик и есть. На шероху предприемству, например, переглядели коллективные договоры и перенесли официйный термин выплаты зарплаты на пошний день месяца. Додатковый час, звичайно, дает мягчимость собрать необходимые сроки. Что это часа отповедных структур, то и они ситуацию с выплатой зарплаты тримают на постоянном контроле, у тесном взаимодействии с органами выконавчей влады. В каждом из районов области создана комиссия, на которой рассматриваются все, скажем так, субъекты хозяйствования, у которых даже возникает вопрос о своевременности выплаты заработной платы. И на районном уровне изначально уже принимаются меры с тем, чтобы обеспечить эту своевременность.